Всем привет, с вами Наквенти, мы продолжаем проходить Крайзис 3. В прошлый раз мы выбрались из комплекса и оказались вот здесь вот на улице. Прекрасный... В общем, мы сейчас находимся в будущем в Нью-Йорке. Я буду демонстрировать тепловизор для... Вот так, чтобы вы видели, что всё же раньше, в 2013 году, игры были довольно замечательны. То есть, вот допустим. Всё стабильно работает. Даже на животном работает. Крова, как видите, серая, потому что она не тёплая и не холодная. Сэл генерировали её бесплатно, а это вне конфликции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Сэл выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Сэл генерировали сервера А1 для операций. Так. А тут у нас минное поле. Минное поле. Сэл использует хитрые штуки. Взрыв только при появлении неавторизированных объектов. То есть нас. Проверь нано-визор. Используй костюм, чтобы подключиться к минам. Отключи их. Ну, их слегка видно в тепловизоре. Вот, здесь уже больше точек. Не две, а четыре. Теперь можно идти. Выдолкно быть достаточно. Пойдём. Кстати, то, что мы взломали мины, они будут реагировать на нас как на друзей, а на врагов как на... Ну, как на врагов, в общем. Милый кот. Ну да, вот сам этот купол. Он здесь немного разрушен, как вы видите. Помощь нужна? Просто... Скотт... Так. Это будет небольшая... Миссия, которую... Я хоть и буду делать медленно, но всё же это лучше, чем умереть от... Снаряда. Сейчас я покажу. Не высовывайся. Ты как? Ничего нет. Вот. Знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад! Давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас оно мертво. Далеко до 34-й стрит. Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Нет. Цел приближается. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвёмся здесь. Слышите, сволочи! Да я вас всех порву! Да! Идите сюда! Я вас урою! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Чёрт! Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Всё самое весёлое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Всё меняется. Значит так. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта-0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3 Дельта-3 — наша основная цель. Как только доберёшься, мы вырубим этого ублюдка. В общем... Сектор 1 Дельта-3 — нормально! В общем... Сектор 1 Дельта-0! Он мне даст сказать или нет? Сектор 1 Дельта-2 — что-то вижу. В общем, здесь нужно прорваться к оружию. Пойдёмте в следующий сектор. Но в этих всех трёх точках пусто. Точнее, в четырёх. Нужно идти прямо вон туда. За тот локомотив. Режиме маскировки. Ну, я так пойду, потому что не хочу быть взорванным. Маскировка. И идём. Прячемся за другие объекты. Не подобным виду. Вон то орудие. Как видите, маскировка работает хорошо. Здесь прячемся. Деактивируем маскировку. Ждём, пока здесь зарядится энергия. И идём. Маскировка, начинка. Маскировка, начинка. Итак. Сейчас главное добраться... Да, можно, конечно, в режиме брони это всё делать быстро, но... Мне кажется, что... Да, так медленнее, но зато эффективнее. Я не потеряю лишнего здоровья. К тому же мне не придётся... Проходить по несколько раз, если я вдруг умру. А так, умрите, у меня шанс довольно низкий. Так, есть. Вот ещё одно укрытие. Теперь пробираемся через... Воду. Ну, к тому... Локомотиву или же трамваю. Я не знаю, что это было изначально, но... Судя по рельсам, это поезд. Так. Надеюсь, меня не заметили. Хотя, если бы заметил, то... Начались бы лучи. Кстати, а почему это он вдруг стоит на открытом воздухе? Его что, не видят орудия, что ли? Ну, видимо, не видят. Так. Теперь идём вот сюда. Монятно пробираемся вот здесь. И мы уже почти у цели. Активируем маскировку и ползём. Или же можно пробежаться. Вот так будет энергия расходоваться в полтора раза быстрее. Так. Ммм... 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 Да, лучи... Отличные. Я серьёзно. Диактивируем. Ползём. Я не стою, потому что вот эти открытые двери будут меня... Светить. О, это у нас мёртвый ЦФ. Кстати, по всему, снайпер. А это снайперская винтовка противотанка оружия ЦФа. Дальнобольное оружие. Одиночный огонь. Вторичный урон. Боеприпасы на планете. Минопонятное энергетическое ядро. Так. Попадаем. Сейчас повеселимся. О, какая мощь. Вон, ты взрослый. Хорошо. Ты привлёк внимание СЛ. Предлагаю немедленно выдвигаться. Итак, на этой снайперской винтовке у неё вон есть патроны 100 единиц. Но они тратятся не по одному патрону, а где-то по 20 или 25 штук. Примерно так. Ещё одно минное поле. Возьмите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Так. Ну вот, можно его рассмотреть. Как выглядит. Прицел довольно хорошо приближает. О, стрелы. У меня прицел полный боезапас, поэтому они мне пока что не нужны. А, если, поскольку стреляет энергия, если выстрелить в воду, то противники умрут, находясь рядом с той точкой, куда я выстрелил. И они погибли. И они погибли. Ну и ладно, они мне не нужны в этой винтовке, особенно здесь, в этой локации. Так, там есть патроны. Тут лежат... Скорабы. Ну, то оружие, которое есть у меня сейчас. Как видите, всё разрушаемо. Не, они раз прицелы, да? Смайперские. Так, где ещё? А, куда? Больше нет, что ли? Да, больше нет, только трое осталось. Уже двое. Меняю за мной прицел и бегу просто. Эми граната это... Она у меня забирает полностью энергию на время и наносит урон. А есть обычная граната? Какого хрена? Наконец-то. Так. Подбираем патроны. Лежим можно из тех ящиков их взять. Ой, гранаты есть. Так замечательно. Так, теперь бежим вон туда. 200 метров. Внимание! Брос оружия СЛ рядом с вами. Ну, можно туда тоже сходить, в принципе, почему бы и нет. Там два противника. Можно что-то взломать. Ну, туда сейчас пойдем и убьем и взломаем. Ну, ничего сложного нет. Так, и... Это неужели пусто? Ладно, стоило сходить. А что-то получается история, как с ящиками сталкера. Вроде есть, но там пусто. Но, с другой стороны, задача выполнилась, как только я к нему подошел. Это ж не обещает, что там что-то будет. Так, и вот это наш псих. Ну, пошли. Потерпи, я почти на месте. Ага. Так, там уже есть турель. Стрелы. Меткая. Так. Ну, стрелы я отметил уже. Турель там. Здесь обход, и я пойду вот сюда. Слези за дверью! Слези за дверью! Он идет! Окей, встретимся на другой стороне. Ну, противников не так уж и много, но и немало. Можно использовать лук, в принципе. Так, силу натяжения поставлю. Промазал. Можно попробовать взломать турель, чтобы она стреляла по своим. Ну, то есть, по людям цел. А по мне, нет. Ну да, и вот она по ним стреляет. Ну и нет по ней тоже. А еще высадили строя. Вон, а сейчас я мне большой сюрприз отправлю в виде взрывающейся стрелы. Вот так. Минус стрель. Поэтому вводу элитическую. Ну вот и все. А, там еще двое остались. Ну ладно. Тогда из обычного оружия убьем. У нас есть патроны. Так, маскировка. Режим брони и атака. Ну и все. Так. Пробегаться здесь все довольно быстро. О, что же здесь так много убитых? Что тут произошло, мать вашу? Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит. К слову, черные ящики это, как бы, браслеты с данными. А, ну пропал. Ну ладно. Хотя бы есть анимация ухода его, а не просто исчезания. Патроны. Вахмуты там стреляют. Огонь, огонь! Нас сосредоточиться! Из травы, быстро! Бои у вас! Спокойно. Кто это слышит? А, это у нас охотники. Это тоже вид сэфов, только, во-первых, он не выделяется с визором, и они очень живучие. И не поддаются, типа, общему разуму, как, допустим, пчел, муравьев, ну и подобное. В общем, одиночки. К слову, эту дверь нельзя открыть, но уничтожив те, 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 двух сталкеров. Ну, не сталкеров, а хоккеров. Вот. Они, как бы, маркеры есть, но они не выделяются. Они довольно больно бьют. Минус один. Да. А где второй бегает? А, вот он. Ой, слишком близко к себе. Так, я, пожалуй, дождусь, пока энергия восстановится, и снова в бой. И где он? А, до сих пор не умер. Ну, они довольно живучие. Цефы, которых я видел, действовали нескординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги вывезшие из нор, потому что мы взорвали башню Сел. Наверное, ты прав. Они ведут себя, как животные. Никакого коллективного разума. Так где наш цеф? К слову, эти мины можно, конечно, перепрыгнуть. Можно так деактивировать другими предметами. Или взрывом. Можно их взломать, чтобы они действовали и на врагов, и на врагов тоже, как и мины обычные. Так. Патроны. Плазмовая пушка. Сейчас, наверное, дойду до следующей контрольной точки и буду заканчивать серию. Ну вот, я их и переблюнул. Перепрыгнул. Вот и всё. Ну, что же, с вами был Анакентий. Анакентий я прошёлся уже по половине этой локации. А именно, вот эти джунгли Нью-Йорка. Осты выпущу где-то через 3-4 дня. Осты я буду выпускать не только по Крайцу Третьему, но и по Драксосу Третьему там. Типа, темы боёв и подобное. Ну, а с вами был Анакентий. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!